Девочки, мне кажется, прекрасное время заняться, не знаю, с собой, там, поделать масочки всякие, там, процедур. Сексом. Вот, сказал Макс Галкин. Макс, а ты знаешь, о чем говоришь, в общем? Конечно, поверь мне. Извините, разве богу. Но тут тоже должен быть регламент. Надо, понимаешь, вот как, вот смотри, когда муж с женой в замкнутом пространстве, ничего не ограничивает, ни работы, ни планы, ничего. Это как в зоопарке, значит, животных кормят, не перекармливают, понимаешь? Надо все-таки дикие условия какие-то сохранить. А почему ты ведешь? Ну, я имею в виду, ну, ладно, я уже человек немолодой, но вы-то, значит, юны, вы должны себе создавать искусственные, так сказать, преграды, чтобы не приелось. Ну, так я сижу на втором этаже, мой муж на первом. Конечно, вот. Ты знаешь, когда у тебя лестница в доме, это тебе только кажется, что это здорово. Когда ты на дню там 10 раз поднимешься, все, у тебя уже отдышка. Тем более после винчика, да. Обязательно, обязательно. Я могу только скатиться. Ну, типа, если ходите, приходите. В мои двери стучаться не надо. Господи. Ну, короче, я согласна. Ты зря говоришь, это уже литературный талант. В мои двери стучаться не надо. Это уже, как бы, фраза из книги. Вот. Надо ее записать. Сколько смыслов. У меня тут есть блокнот как раз для этих случаев. Я видел его, ты его показывал в начале. В мои двери стучаться. В мои двери стучаться. Ну, кстати, не ко всем это переприменяется. Нет, нет, нет. Это же не о доступности фразы. Абсолютно. Это намеку мужу. Да, не надо. И вообще это можно понять. Выбивай дверь с ноги. Это от Павлины бы понравилось, да? Смотри, сколько интонаций. Сколько интонаций разных. В моей двери стучаться не надо. И пооткрыть. Или в моей двери стучаться не надо. То есть даже не подходи. Все, мне нравится. Мать, ты пишешь. Я засейвила. Все, огонь, огонь. Осталось придумать, в принципе, остальную часть рассказа. И будет просто балдеж чистой воды. И потом надо придумать, как мы их опубликуем. Ну, как, как. Мы с тобой люди большие. Там, поцветимся. Придумаем. Придумаем что-нибудь обязательно. Скажи мне вот что. Как. Вот ты. На ходу придумываешь? Нет. У тебя есть дети. Это прекрасно. Слава богу, они сидят. Я зуб. Так. Вот на карантине. Это же все равно тоже, как бы, такая ситуация. Знаешь, когда не проводишь какое-то определенное время с детьми. И потом можешь уйти. То есть ты постоянно же должен их развлекаться. Но, понимаешь, вот именно в моем случае я наконец-то ответил на тысячи вопросов. Зачем мне такой большой дом и такой большой участок? То есть, как бы, я не чувствую, что я запер. Вот, вы все, в общем, прячетесь. Нет. Ну, вы не прячетесь. Но при этом есть возможность разбрестись. То есть у каждого есть свое пространство. Это тот редкий случай, когда я не выгляжу сумасшедшим с таким здоровым домом. Отлично. Макс, смотри, пока мы с тобой в зюзюлечку не убрались в прямом эфире, да, надо, как говорится, уходить на пике. Конечно. Да, вот. Давай друг другу зададим по пять вопросов. Возьмем у друг друга интервью. Давай. Я, впрочем, не давала интервью никому уже, там, ну, года, сколько, Дудя прошло времени, я не помню, года два уже, получается, летом будет. В общем, давно. Поэтому, я не знаю, Дудя, по-моему, а, ну, ты был недавно на интервью, но все равно таких вопросов, как я тебе не задоставила. Давай. Я просто не предупредила. Ну, давай. Кто первый? Ну, давай ты. Ну, давай я, хорошо. Давай один вопрос ты, один я. Один вопрос ты, один я. Давай. Давай, хорошо. Не так. Давай. Поскольку я формулирую их в прямом эфире, я могу немножечко так подзадуматься, чтобы корректно как-то что-то спросить. Но давай спрашиваем честно. В лоб. Ну, есть одно преимущество, что в отличие от агент-шоу, от ложных ответов не обольют говном, потому что мы... Это правда. Да. Но спрашиваем честно. В виртуале. Отвечаем честно, а спрашиваем как хотите. Макс, скажи мне вот что. Не так давно ты ворвался на интернет-площадку. Это уникальное событие, уникальный случай, когда человек, ну, мягко, нет, прямо, грубо говоря, из телевизора, да, вырывается в современные тенденции, даже в шоу, где есть просмотры, тренды, лайки и так далее и тому подобное. Вот ты, когда на себя смотришь со стороны, тебе нравится то, как ты ведешь программу, как, вписываешься ли ты вот в современные реалии Ютуба, вот со всеми этими молодежными, хайповыми, трендовыми штуками. Да, да, смотри, я вообще, в принципе, кайфую от общения с людьми. То есть в данном случае интернет для меня это всего лишь канал информационный, канал общения. Мне совершенно не важно, телевизор это или нет. Безусловно, у меня есть некие привычки, наработанные ящиком, которые меня немного зажимают. То есть я бы сказал так, что это привычки, как тебе сказать, немного готовиться к своему существованию в кадре. Все-таки в этом отношении Ютуб, интернет, соцсети, они более приближены к жизни. Чем ты более такой, как ты есть в жизни, тем это больше нравится людям и тебе проще-проще. Но избавиться от этого вот, знаешь, а сейчас мы войдем в кадр, и я задам вам вопрос. Здравствуйте. От этого вот этой... Телевизионной такой выправки, да, вот этой... Я бы сказал, да, от телевизионной пластмассовости хочется и нужно избавляться. Но я и в ящике сейчас стараюсь от этого избавляться. Поэтому я себя чувствую органично, но я, в принципе, всегда исходил из того, что я делаю то, что мне нравится, и делаю так, как чувствую. Но при этом прислушиваюсь, что говорят молодые коллеги. Прекрасный тост, Макс. Спасибо за честный ответ. Да. Считывается в копилочку деревни Грязь. Да. Так, теперь к тебе вопрос. Во-первых, я терпеть...